Привет народ! Как настроение? У меня улетное. Нет, офигенное просто настроение. Или нет? Даже не так. У меня рабочее настроение. Рабочее настроение, все нормально. Вы меня сейчас спросите, чувак, ты что обкурился? Я отвечу, да. Я сейчас еще татуировку сделал, хотите покажу? Вот. Это значит косяки или травка. Короче, сейчас сериал прикольный, один расскажу. Косяки Автор идеи Джейн Джекуэн Как и все творения студии Шоу Тайм, сериал Косяки, это очередной успех. И я бы даже сказал гротеск телевизионной индустрии. Ведь когда ты видишь название Косяки, или в официальном переводе Дурман, представляешь себе очередную историю о наркобизнесе, где главный герой вонючий дядьки или обдолбанная пацанва. Но это же Шоу Тайм, поэтому на экране мы видим Нэнси Ботвин, обдовевшую мать с двумя детьми, живущую в хорошем районе и решающую продавать траву, дабы прокормить семью. Я не дилер. Я мать, которая волей случая распространяет нелегальные продукты через дутую кондитерскую, которую учредил мой бухгалтер. Но ты же в городском совете, а если увидят Силия? Злая стерва. Создатели умело сочетают проблемы, успехи бизнеса Мисс Ботвин с неурядицами в семье. Дети растут, вступают в тинейджерство Шейн. Тот еще подарочек. Стремительно взрослеет Сайлос, и возникающие трудности накатывают на одинокую мать волна за волной. Автор идеи и сценарист и продюсер сериала Джен Джи Коэн. Женщина. Саш, будешь? Когда студия предложила ей придумать что-нибудь оригинальное и новое, она сразу же придумала идею незаконной мыльной оперы. Сереж, будешь? Марихуана, сказала слух Джен Джи Коэн. Так и родилась идея восьмисезонного сериала. За что у тебя такое? Этот, ребята, вот базилик принес, обещал. Берите бесплатно. Спасибо. Также хочется отметить игру актеров сериала Косяки. Как всегда, в студии Шоу Тайм точно выписанные персонажи, отличный подбор исполнителей. И на экране мы видим такую компашку добрых курильщиков, в которой я бы с удовольствием хотел очутиться хотя бы на пару часиков. Эти мужики и тетки, да-да, основной контингент актеров, давно перевалил за 30. Не дадут соскучиться вам ни на секунду. Именно этот. Да, этот. Урожайность 430 граммов на квадратный метр. Сатива с афганским индиканом. Последний отвратительный. Вот этот класс. Калифорнийского происхождения. Тогда этот. Со смешками и жеванием. Вот это. Я рад, что наш последний эксперт Дрю, иначе ты бы была Нэнси Дрю, а я Энди Дрю. Мне надоело быть бухгалтером. Сладкое и острое. Психоэлектрическое. Еще у сериала «Косяки» отличные концовки сезонов. Причем всех семи, которые уже увидели свет. Практически снося башню, сериал просто принуждает нас дождаться лета, чтобы пронаблюдать за новыми поворотами в жизнь веселой бригадки под руководством наркомамочки Нэнси Ботвин. Руки вверх. Руки вверх, ФБР. Нэнси Ботвин. Я убила Пилар Суазо. Арестуйте меня. ФБР. Руки вверх. Пожалуйста. Мой любимый персонаж в «Косяках» вовсе не Нэнси Ботвин. Гораздо интереснее наблюдать за сценой Ходз. Вот эта тетушка реально приколистка. Ее даже называют Ганста Барби. Она единственная в сериале, которая дает предпочтение не травке, а алкоголю. Наш человек может именно этим и нам не нравиться. Дружище, а ты не мог бы курить в сторонку? Спасибо. Это сок для взрослых, не для тебя. А когда я смогу пить сок для взрослых? Когда у тебя будет вредная дочь. Вообще, судя по сериалу «Косяки», в Америке курят все. От детей до пенсионеров. Если бы снимали похожий телевизионный проект у нас, то явно бы выбрали темку алкогизнесса и назвали бы кино «Вот кори». Шучу, конечно. Вот чего мерикосовским сценаристам явно не хватает, так это великого русского языка. Точнее, его матерных форм и оборотов. Если бы они услыхали, как умело дублируют их детища «Косяки», то явно сняли бы шапку и били бы поклон. Шучу второй раз. Ты ж неплохо. Да ну нахуй. Прыщи по всей спине, яйца сжались в горошинку. У тебя там что, спортивный лифчик? Нихуя. А кто такой Кулаков? Предыдущий бухгалтер. Оставил мне в наследство стол с кучей щитов пакетиками соевого соуса и обрезками ногтей, прикинь? Эй, ты чё расслабился? Давай на поле. Пора ракете, ебать, подбелись. Идём порвём их нахуй. Я сделал это для твоего же благодного. Честно говоря, пробовал смотреть официальный перевод сериала «Дурман». Совсем не тот эффект, друзья, совсем. В результате что же мы имеем? Блестящие актёры, крепкий и интересный сюжет, отличный чёрный юмор. Всё это делает сериал «Косяки» одним из самых любимых и ценимых американских сериалов. Он будет бешеный. Ребят, ну что, нормальный такой сериалис? Пожать можно. Лето 2012-го стало для Косяков финальной песни, потому что он закончил свою историю на восьмом сезоне. Но история Нэнси Ботвин ещё долго будет привлекать новых зрителей. Всё заканчивается, друзья, и мои печенюшки тоже. Алинтик, я так пожрать хочется. У тебя шоколадка есть? Да? Я иду к тебе, моя спасительница. Покеда, друзья. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова